Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И тема нашей сегодняшней передачи – головные боли. Мы сейчас поднимемся в отделение неврологии, где нас уже ждут врачи и дадут нам интервью и ответят на все наши вопросы. Не переключайтесь, будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok В оболочках, мышцах, связках, в апаневрозе, в пазухах, это венозные пазухи, в стенках артерий, большого круга кровообращения артериального головного мозга. И когда что-то там происходит, это может быть напряжение мышц, это может быть подъем артериального давления, который будет давить на сетки сосудов, это может быть какое-то воспаление инфекционное, это может быть какая-то интоксикация. И раздражение болевых рецепторов будет вызывать вот это ощущение головной боли. Также есть еще такое понятие, мы говорим про зубополге, или же лицевая головная боль. Если же голова, можно вот просто провести такую линию от наружного угла глаз до уха, все, что выше, это относится к головной боли, все, что ниже, это лицевая боль. То есть эта лицевая боль, она чаще всего будет связана с лорпатологией, геймориты, синуситы, проблемы с зубами, да, или же это будут проблемы позвоночника шейного отдела. Головная боль – это наиболее распространенный вид заболевания, который встречается разными симптомами у разных заболеваний. Бывает первичная и симптоматическая. Первичная – это когда головная боль напряжения, мигрень – это первичная головная боль. А симптоматическая – это последствия травмы, последствия давления, последствия стресса и разной интоксикации. Но наиболее часто встречается головная боль напряжения. По международной классификации головные боли делятся. Самое наиболее часто встречаемое – это головная боль напряжения. Причем головная боль напряжения больше присуща именно молодым людям, которые очень длительное время находятся за компьютерами, плюс это стрессы, это недосыпания, которые вызывают эту головную боль напряжения. Почему она происходит? В стрессовых ситуациях у нас происходит выраженное напряжение мышц черепа или апоневроза, мы говорим, и шейного отдела позвоночника. Ну, например, мы же живые существа. Например, возьмем такой пример. Если мы разозлим кошку или собаку, вы увидите, да, шерсть там встанет дыбом. Почему она произойдет? Потому что идет мышечное напряжение. То же самое происходит у нас. И вот это мышечное напряжение скальпа, шейного отдела позвоночника, оно, во-первых, сама уже вследствие механического сдавления вызывает ощущение головной боли, плюс там сдавливаются сосуды, нарушается циркуляция, нарушается биохимия, будет теперь еще и плюс химическое раздражение болевых рецепторов. Как это будет проявляться? Головная боль напряжения обычно, она возникает ближе ко второй половине дня. Головная боль в виде обруча как будто сдавливает или чувство давления в области висков. Иногда она бывает как гемикроническая. Что делают люди обычно? Они начинают принимать обезболивающие препараты. К сожалению, обезболивающие препараты не лечат головную боль напряжения. И тогда человек пьет, не помогает, он увеличивает кратность, увеличивает дозу. А если же человек будет принимать анальгетики более 10 дней в месяц, то это, к сожалению, потом еще приводит к рикошетной, или мы говорим обузусной, или же лекарственно обусловленной головной боли. То есть теперь голова болит на то, что он пьет анальгетик. Давайте наглядно посмотрим несколько упражнений для снятия головной боли. Для снятия головного боли или напряжения нам нужно будет сначала все тело расслабить. Сначала вот первое упражнение покажу. Вот руки все расслаблены, тело. Подбородок спускаем вниз, то есть шею двигаем, чтобы достать. И держим, чуть-чуть удерживаем 2-3 секунды. И также медленно исходное положение. И теперь назад так же двигаем, двигаем еще, еще до конца, и держим чуть-чуть тоже 2-3 минуты. Так, считаем. И также можно сделать 10 раз вперед и также назад. Так, второе упражнение у нас идет движение в сторону. То есть медленным образом мы делаем поворот налево и исходное положение. Также движение направо. Исходное положение. Можно чередовать с первым упражнением, например, налево, направо, потом вниз. Так, до конца. Вверх. Назад. Удерживаем 2-3 секунды. Обратно. И также третье. Можно делать круговые движения. Так. Круговые движения. Голова. При этом все должно быть расслаблено. При таких упражнениях у нас снимается напряжение, расширяются сосуды и уменьшается головная боль. Как лечить головную боль напряжения? На сегодняшний день существуют центры релаксации. Лечить его надо как раз-таки меньше, менее, здесь не столько лекарственное воздействие должно быть, а местное. Это все методики, которые приводят к релаксации. Это, если вы принимаете какие-то препараты, то это больше успокоительные, седативные. Это массажи, иглотерапия, физиопроцедуры. На сегодняшний день существует очень хорошая, это норвежская методика, называется нейромышечная реактивация. На русском языке эта методика называется экзарта. То есть эта методика позволяет снять вот это мышечное напряжение, причем это проводят в состоянии человека, ну как бы так, в подвешенном. И идет реальная релаксация всех мышц, и там проводятся тракционные методы и так далее. Они свое используют и потом подбирают индивидуальный комплекс упражнений. Может ли долгое просиживание перед компьютером воздействовать на возникновение головной боли? Действует, потому что здоровый образ жизни не ведем, спиртом не занимаемся, и идет постоянно напряжение сидим, и идет нагрузка на шейного отдела позвоночника, мышцы напряженные, за счет этого идет спазм сосудов, и это головной мозг, плохо поступает кровь, ношается кровоток, и вот спазм сосудов, все вызывает, это головная боль. Второй распространенный вид головной боли – это мигрень. Есть мигрень и кластерная, или говорят, пучковая головная боль. Эти два типа головных боли, они тоже присущи больше молодым, и имеют такую немножко наследственную предрасположенность. Почему я их сейчас объединяю, мигрень и кластерную головную боль? Потому что медикаменты, которыми лечат эти два состояния, они одинаковы, но симптомы разные. При мигрене и при кластерной головной боли головная боль обычно односторонняя. Она такая пульсирующая, нестерпимая головная боль. При мигрене она сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью. Человек пытается спрятаться, прям вот закопаться, чтобы его не мешать, ему его никто не трогал, не мешал. При кластерной головной боли, там боль более выраженная. Человек бегает, мечется. Эта головная боль односторонняя, она может сопровождаться слезотечением, слюна, ринотечением. Это вот такое вот вегетативное проявление. И эта боль до такой степени нестерпимая, что некоторые люди даже могут покончить, да, то есть суицидально. Суицидально, да, да. То есть здесь может дело дойти даже до суицида. Кластерная головная боль, она чаще всего встречается у мужчин, причем молодого возраста. Она еще называется будильниковой головной болью. Эти приступы обычно начинаются под утро, отчего человек просыпается от этой острейшей боли, и у него начинается вот эта паника. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в диагностическом отделении 4-й клинической больницы, и вы буквально через несколько секунд увидите, как производится компьютерная томография. Не переключайтесь, будьте с нами. Мы сейчас находимся в комнате, где производится компьютерная томография. И рядом со мной врач-лаборант, который в дальнейшем расскажет о ходе действия. Снимайте обувь, ложитесь голову на подголовник. Хорошо. На спину. Вас закрываем фартуком, специальным свинцовым для защиты всех органов, потому что у нас здесь компьютерная томография имеет рентген облучения. Поднимаем вас на уровень, необходимый для снятия головного мозга. Наводим центрацию. В общем, слава Всевышнему, с головой у меня все в порядке. А вот женщину, которую обследовали на компьютерном томографе передо мной, картина, к сожалению, неблагоприятная. Кабинет компьютерной томографии работает в круглосуточном режиме. В течение сутки поступившие больные, в основном от нейрохирурга, от невропатолога, иногда бывает и от терапевтов, от травматологов. На данном исследовании конкретного больного мы, допустим, нашли патологические изменения в веществе головного мозга в виде ишемии, в виде, как сказать, инфаркта, или, может быть, в виде геморрагического очага, участка кровоизоляния. После этого мы выдаем своевременное качественное заключение, после чего больные поступают уже в профильное отделение. Если мы находим какие-то изменения в веществе головного мозга, в профильное отделение, это, в частности, неврология, где у нас есть койки для инсультных больных. Сильные, не похожие на обычную головную боль, боль – признаки геморрагического инсульта. Во избежание серьезных последствий нужно вовремя пройти диагностику. Из симптоматических головных болей я бы хотела сделать большой акцент на головной боли, которая появляется при инсультах. Инсульты, мы знаем, делятся у нас на ишемический, если сосуд закупорился, и на геморрагический, когда сосуд лопнул. Геморрагический инсульт страшен тем, что в основном поражает молодых людей. Оно связано с аномалией развития сосудов головного мозга. И если больной говорит, у меня необычная или сильнее, чем обычная головная боль, это должно быть большим сигналом для всех. Потому что после острой головной боли, когда сосуд лопнул и кровь излилась, у человека может помутниться рассудок, он может вести себя неадекватно, или же он как будто заснул и вялый, или же это может сопровождаться, наоборот, какой-то агрессией, неадекватным поведением. И человек уже может не понимать, не до конца оценивать свое собственное состояние, поэтому рядом находящиеся люди должны обязательно вызвать скорую помощь, потому что при инсультах важна каждая минута. Поэтому большая просьба, уважаемые телезрители, помните об этом, что головная боль может сопровождать геморрагический инсульт. Главные признаки, если эта головная боль впервые в жизни возникшая, острая, или же она непривычно больнее, чем обычная головная боль, плюс если она сопровождается нарушениями поведения, какими-то двигательными нарушениями, срочно вызывайте скорую помощь. Целенаправленно ввести в специализированные медицинские организации, где есть у нас инсультное отделение. В городе это у нас 7-я городская клиническая больница в Калкомане, это БСВМП больница скорой неотложной помощи, это центральная городская клиническая больница, или больше ее в народе знают, как 12-я, и городская клиническая больница номер 4. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хотелось бы сказать, что не стоит заниматься самолечением, ведь оно может привести к плачевным ситуациям. За консультацией по применению любых препаратов нужно обратиться к квалифицированному специалисту. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких, и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!